Михаил Чельцов, воспоминания смертника о пережитом, из писем того времени. Милый мой друг, ты пишешь, что тебе очень хочется вернуться домой. Ты потому так говоришь, что верно не знаешь нашей жизни. Ведь это сплошной ужас, сплошное страдание. Мы медленно погибаем. Все, кто не принадлежит к партии коммунистов, разуты, раздеты, голодают, живут в разрушенных домах и с тупою покорностью ждут своего конца. Коммунисты едят, пьют, веселятся, швыряют направо и налево деньгами, и всякому, кто неосторожно выскажется против них, грозит тюремное заключение и смерть. У нас ограбили в городе все церкви и говорили, что деньги, вырученные от продажи церковных предметов, пойдут на покупку продовольствия для города. Но все это ложь, ибо после ограбления пьянство и разгул усилились и коммунистические содержанки появились в бриллиантах, снятых с икон. Монастырь у нас упразднили и на монастырском соборе сняли крест и заменили его красной звездой. Молиться нам негде. Из шести церквей в городе служба происходит только в одной, а другие запечатаны. А священники арестованы за то, что не хотели выдать святые предметы, чашел, лжецы, копия и прочее. Все люди в городе, за исключением коммунистов, ходят как тени от голода и нравственных мучений. Одежда вся износилась, а новой делать нельзя, так как нет материалов, а если можно их найти, то простая ситцевая рубаха стоит миллион рублей. Ходим так, зимой на себя наворачиваем все тряпки, что есть в доме, а летом, то есть теперь, надеваем прямо на голое тело рубаху из мешков. Обуви нет, носим туфли из кусков сукна, а летом босиком. Мыло нигде нельзя достать, поэтому мыться нечем. Нет иголок, ниток, почему все ходим в дырках, как прежде ходили нищие. Город наш имеет странный вид. Все деревянные заборы снесены на топливо, так что по всему городу можно ходить не по улицам, а насквозь. Деревянные дома тоже почти все разобраны. Каменные дома переполнены, потому что все жители собраны туда. Поэтому грязь, теснота страшная. Мы, например, живем 8 человек в одной комнате, уборных нет, а все ходят за своей нуждой прямо на улицу. Почему по городу местами нельзя пройти? Если и есть в городе хорошие дома, то они заняты коммунистами и их семьями. Там есть и электричество, а мы сидим в темноте, так как ни свечей, ни керосина, ни за какие деньги не достанешь. Вот наша горькая жизнь. А ты хочешь приезжать? Зачем? Ведь ты нам все равно не поможешь. Тебя сейчас же угонят в концентрационный лагерь на испытания. А оттуда два выхода. Или на тот свет, если ты не сочувствуешь коммунизму. Или на фронт, то есть в Красную Армию. Дома из приезжающих никого не оставляют. Сиди лучше и жди, Бог даст, кончится же скоро такая мука. Очень мне жалко детей. Они бедные растут, не видя радости, а только видят преступления, смерть и кровь. Школы есть, но только по названию. На самом деле там ничего не учат, ибо нет учебников, нет учителей. Старых учителей советская власть забраковала, а новые сами еще должны учиться. Сидят бедные дети, разутые, раздетые, голодные. Что из них выйдет? Бог их один знает. Газет нам не дают читать, никаких, кроме советских. А там все хвалят советскую власть. Кому хвалят? Нам? Да мы сами все на своем горбу несем. Господи, да неужели же никто не видит, что Россия погибает? Пишут в советских газетах, что вы беженцы, все не ладите между собой, что вы не поделили. Помните, что все то, что испытали вы, это капля того, что переживаем мы. И вам надо помнить это крепко. Надо быть заодно. Мы ведь от вас ждем спасения. Сами мы уже не люди, а призраки. Вот ты и смотри сам, надо тебе ехать или нет. По-моему, жди, надейся на Бога и терпи. Придешь тогда, когда можно будет жить и работать. А теперь не стоит. Ты хочешь прислать нам денег? Не делай этого, потому что все равно мы или ничего не получим, или получим половину, а то и меньше. Месяц тому назад нам жена моего брата прислала 2 миллиона рублей, но на почте нам выдали только миллион, а другой без объяснения причин удержали. Почему, за что об этом спрашивать не приходится у наших властей? Ответ все равно не получишь, а если будешь настаивать, то можешь угодить в тюрьму. Посылок тоже не присылай. Они исправно доходят только в Москву, а затем за ними надо ехать туда. Съездить же в Москву все равно, что на Северный полюс. Раньше езды было 5-6 часов, теперь 8-10 дней. Да перед посадкой на поезд надо на станции ждать дня 3-4. Кто едет теперь куда-нибудь, тот возвращается совершенно больной, ибо в поездах так тесно, что приходится стоять. А попробуй постоять 5-6 дней. Затем ты можешь получить посылку, а по дороге у тебя ее отберут. Жаловаться же некому. Одним словом, мы все рабы-каторжники. Что хочешь, но только не люди. Опять говорю, сиди там, пока можно, а то приедешь, только больше причинишь и себе, и нам муки и горе. Мы пока знаем, что хоть ты живешь по-человечески, а то и ты зверем сделаешься. Калужская губерния, 1 мая 1922 года. По материалам особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков.